В Олегминске из-за подъема уровней воды в реках подтопило несколько зданий. Это детский сад «Березка», жилой дом на улице «Набережная-20» и несколько домов с прилегающих улиц. Сейчас там идет откачка воды, но и дождь продолжается. Прогноз на ближайшие дни неутешительный. Подробности далее. В 4 часа утра в детском саду «Березка» началась суета. На полу быстро выходила вода. Сторож оповестил руководство учреждения. К привычному утру была вынесена мебель, игрушки, инвентарь. Чуть позже развешены ковры и снят линолеум. О приеме детей, конечно, нет и речи. Подтопление началось из-за ливневого дождя, зарядившего часов в 11-12 ночи. Все уплыли. Вон-то инвалид второй группы. Я проснулся. Сегодня в 4 часа. Думаю, идти в ТВБ открыть, попробовать. Шлюзы на реке перекрыты накануне, так как на реке отмечен большой подъем воды. Соответственно, вода оставалась в здании. Нам пришлось закрыть все шлюзы, спускные шлюзы на дамбе. Из-за чего, опять же, из-за дождей у нас началось подтопление. Под подтопление попали у нас лица от Березка. Дом, жилой дом Набережная 20. Ну и сама улица Филатова 1, улица Бахтына. То есть это как бы основная. Плюс еще часть жилого сектора, который находится ниже уровня дорог. Такая же ситуация и с домом на улице Набережная 20. Здесь и без дождей всегда сыро и вода под половицами. Теперь же говорить о нормальных условиях проживания невозможно. В нескольких квартирах от сырости заваливаются печи и кирпичные перегородки. Дом признан аварийным и стоит в списке на расселение во вторую очередь. Только когда это наступит? Пока же часть жильцов выживает как может. Нет средств на съем жилья и идти некуда. Часть тратит деньги на съемные квартиры. Особенно тяжело семьям с детьми и заслуженным ветеранам. Дом настолько ветхий, что крыша в дождь как решето. Второй этаж благополучный полами проливает сверху. В доме запланирован ремонт. Вопрос риторический. Когда? Вот потолки протекли и по печкам вот такие полоски грязные. Грязный этаж, но в другой этаж сильный дождь. Когда ливней не было, ничего не протекало. А сегодня сильно протекло. В данный момент идет откачка, но ведь это опять до следующего дождика. По березке воду мы сбросили. Появилась возможность открыть шлюз. Мы его открыли, сбросили, сейчас опять закрыли. На остальных у нас получается такой возможности нет, так как шлюзы уже закрыты водой. Сейчас у нас задействованы две большие помпы, плюс две маленькие помпы, это набережная 20. Ну, то есть воду перебрасываем через саму дамбу. И Юль щедро поливает Алёку. Старенькому саду тоже хватит хлопот. Воду откачали, но в такую погоду здание не просушить. Тем временем подъем воды продолжается, а значит шлюзы будут закрыты. Дождь продолжается тоже. Елена Фаст, НВК Саха, Алёк, Минск.